Светлана Забкова Давайте об этом поговорим Да, хочется напомнить, что вот уже четвертый год подряд в Московской области существует такая выплата Выплата на приобретение школьной одежды детям из многодетных семей То есть если у семьи есть удостоверение многодетной семьи Московской области Ребенок обучается в школе Московской области, семья может получить раз в год 3000 рублей И я, конечно, поздравляю всех родителей мам и пап с окончанием учебного года Но мне хотелось бы, чтобы в июне месяце они воспользовались такой возможностью И подали свое заявление на получение данной выплаты Освободили себя в сентябре, в октябре, когда идет пора новых предметов, новых учебников, новых справок для кружков От этой заботы и получили эти деньги заранее Особенно эта информация важна у нас родителям, где есть выпускники То есть учащиеся 11 классов в 2019 году по-прежнему продолжали учебу и имеют право на эту выплату Если родители протянут, скажем, прямо время до сентября, то в сентябре эти дети уже уйдут из школы Не будут числиться учащимися и выплату такую получить не смогут Июнь как раз то самое время, когда секретари школы еще на местах Дети считаются обучающимися Поэтому мамы и папы, детей из многодетных семей, где есть выпускники 11 и 9 классов, которые уже не планируют вернуться в школу Настоятельно вам рекомендую, если вы еще этого не сделали в 2019 году Получить у секретаря школы справку установленной формы об обучении ребенка в школе И подать посредством РПГУ, то есть через сайт услуги mosreg.ru, заявление об оформлении такой выплаты И получить 3000 рублей Я правильно понимаю, что круглый год можно подавать такое заявление? Да, да, просто у многих родителей срабатывает стереотип привязки Начинается новый учебный год и вот мы оформляем все документы Для этой выплаты нужно начало только нового календарного года То есть буквально с 1 января такое право уже возникло Многие родители им воспользовались Но тем не менее у нас же в районе сдаются очень много новых микрорайонов, много новых жилых домов Приезжают многодетные семьи, которые не обо всех льготах или выплатах знают И соответственно они за хлопотами могут просто пропустить что-либо Поэтому мы каждый год стараемся напомнить, особенно в преддверии окончания учебного года Когда у нас есть учащиеся покидающие школы Ну и как я понимаю, этот процесс происходит не автоматом, как говорится То есть родители должны прийти Любая выплата у нас идет только в заявительном порядке Ни о каком автоматическом назначении речи быть не может Пока родители не попросят у нас эти деньги, мы их не отпадим Ясно, хорошо, что вы пришли к нам на эфир Напомнили о такой важной вещи нашим родителям Я думаю, они прислушаются и уже в скором времени Может быть даже работа у вас в отделе прибавится Ждем всех с нетерпением Спасибо, что пришли к нам на эфир А я напомню, что в нашей студии была Светлана Запкова Заведующая отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защиты населения Светлана Запкова